Здравствуйте! Как всегда, вот время по вторникам. В эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа идет наша в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи, администрация Щелковского муниципального района Николай Павлов. Добрый вечер, Николай Николаевич. Здравствуйте! Ну, начнем, конечно, со знаменательной даты, которая буквально завтра состоится. Это 80 лет образования спорткомитета нашего района. Завтра мы отмечаем эту знаменательную дату, а на самом деле мы ведем нашу историю с сегодняшнего дня, 28 февраля. Будем говорить, исполком Мособлсовета принял постановление об образовании районных спорткомитетов и областного спорткомитета. Ровно 80 лет назад мы празднуем дату 28 февраля. Ну, так сложилось, 1 марта. Это уже, значит, можно поздравлять. Конечно, мы уже принимаем. Заодно еще и вас поздравляю лично. Спасибо огромное. День рождения, я знаю, поэтому таких два праздника больших. Но, тем не менее, уже давайте немножко серьезно, да, с какими достижениями подошли наши спортивные организации к этому юбилею? Достижений очень много, и надо сказать, что мы в течение двух лет, 15-16 год, работали над оптимизацией сети спортивных учреждений и организаций. У нас произошли серьезные изменения в кадровой политике. Вместе с тем, мы должны сказать, что выстраивается встроенная система подготовки спортсменов. Вы знаете, что наряду с детско-юношеской спортивной школой, которую нам удалось сохранить, несмотря на то, что были перспективы, связанные с тем, что мы могли бы ее потерять, ну, такова была ситуация. Детско-юношескую спортивную школу мы сохранили в полном объеме. Кроме этого, мы создали спортивную школу, которая в районе у нас занимается подготовкой спортсменов по спортивным стандартам, утвержденным медспортом Российской Федерации. Одним словом, мы сохранили контингент тренеров, профессионалов и сохранили всю спортивную общественность, я имею в виду юную спортивную общественность, которая занимается различными видами спорта. А у нас в Щелковском районе развивается 28 видов спорта, и полагаю, что есть ответвления определенные, которые мы не успели посчитать. Они не вошли в этот перечень. Ну, мы о других достижениях будем говорить в течение всей программы, конечно, и о том, какой уровень соревнований проводится у нас. А вот по поводу юбилея я хотел бы сказать, и это очень важно, дело в том, что, ну, старожилы и люди щепетильные, краеведы, могут меня немножко поправить. Скажут, ну как же, до 1937 года не было организации, которая бы занималась спортом. Конечно же, были эти организации, назывались они спортивные советы различного уровня, и добровольные спортивные общества у нас существовали. Но вместе с тем, для нас эта дата, 80-летний юбилей спорткомитета, является отправной точкой, чтобы мы могли оглянуться и смело посмотреть вперед. То есть мы должны собрать все материалы, столкнулись при подготовке к этой дате, столкнулись с дефицитом информации. Мы, к сожалению, полностью не смогли выстроить всю историю 80-летнего спорткомитета, хотя, казалось бы, обозримое прошлое, которое стыдно не вспомнить полностью. Вот сейчас мы задались этой целью, поставили перед собой задачу. Мы продолжаем сбор видео, фотоматериалов, которые есть у граждан. Огромное спасибо всем, кто принял участие и продолжает принимать участие в сборе архивных материалов. Нам важны любые материалы, которые есть. Нам нужны не только фотографии выдающихся спортсменов, которых у нас много. Нам бы хотелось посмотреть на то, как развивался массовый спорт, как развивалась массовая физическая культура на промышленных предприятиях, сельхозпредприятиях Щелковского муниципального района. Это очень важно. Благодарю, пользуясь случаем, коллективы музеев наших, Щелковский и Краеведческий музеи, огромное спасибо. Архив наш, Щелковский, огромное спасибо за предоставленную возможность соприкоснуться с вечностью, с теми материалами, документами, которые нам любезно предоставили. Фрианово музей, усадьба Лазаревых откликнулись серьезно. Одним словом, всех тех, кто причастен к подготовке к нашей ювелирной дате. Всем огромное спасибо. Спасибо вам тоже за слова благодарности. Я хочу сказать, что даже и до революции уже спорт существовал в нашем районе. Я просто помню открытку 1912 года, играет футбол на территории Щелковского. Совершенно верно. Это во Фрианово. На берегу Клязьмы. Или на берегу Клязьмы. Есть у нас фотографии из Фрианово. Труд, стадион Труд. Не всегда был стадионом Труд. И там играли различные виды спорта, в том числе футбол. Самый популярный вид был, есть и полагаю, что будет. Самый популярный, самый демократичный вид спорта. Давайте перенесемся уже в наши дни. Последние два года в нашей стране возрождается программа комплекса ГТО. В общем, это, так скажем, на федеральном уровне. Понятно, что все регионы и все муниципалитеты подхватили эту программу. У нас это тоже идет достаточно активно. Я сейчас предлагаю посмотреть видеосюжет на эту тему, как проходит, скажем, зимний фестиваль ГТО. Потом поговорим больше об этом комплексе. Давайте посмотрим. Ни для кого не секрет, что спорт – основа здорового образа жизни. В Щелковском районе зимний фестиваль ГТО проходит во второй раз. В мероприятии приняли участие более 150 человек. Среди них – члены общественной палаты и депутаты Совета депутатов городского поселения Щелково. Спорт, он вообще стимулирует. Вот если человеку положено прыгнуть на метр пятьдесят, всем хочется на метр девяносто. Пробежать за сток и всем хочется быстрее. Вот норма у меня – подтянуться два раза. Но, конечно, хочется там около двадцати раз. Потому что это как в жизни. И когда ты к чему-то стремишься, ты более здоровый, более молодой, более совершенный. За период с 17 января 2017 года по сегодняшний день в программе «Готов к труду и обороне» приняли участие около 2150 жителей Щелковского района. Выполнить нормативы может каждый, кто относится к основной группе здоровья. Для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте ГТО, заполнить заявку на выполнение и получить медицинский допуск. После выполнения тестов результаты можно узнать в личном кабинете. Великолепный сюжет. Щелковское телевидение активно освещает спортивную жизнь. Щелковского муниципального района благодарю корреспондентов, всех сотрудников телерадиокомпании за активное участие в пропаганде здорового образа жизни. Ваш вклад неоценим, поэтому огромное спасибо. Знаю, что вы готовите подарок к 80-летию спорткомитета. Завтра участники торжественного собрания в универсальном спортивном комплексе получат возможность посмотреть сюжет истории нашего спортивного комитета. Огромное спасибо. Возвращаясь к вопросу ОГТО. Спасибо за теплые слова. Перебиваю вас. Вы, главное, не перехвалите нас. Хотя, конечно, мы стараемся как можно больше участвовать. Что касается ОГТО, Александр Борисович Макаров, представитель общественной палаты Щелковского муниципального района, очень четко сказал, что на самом деле пропаганда здорового образа жизни. Серьезное и стремление преодолеть свою планку. Всегда держать ее как можно выше. То есть стремиться жить, вести активный здоровый образ жизни. В этот раз общественная палата вышла практически полным составом. Городской совет депутатов. В ноябре у нас демонстрировали свои умения и навыки депутаты районного совета и районная администрация. Алексей Васильевич Валов у нас участвовал в выполнении нормативов ГТО. Одним словом, пропаганда здорового образа жизни у нас ведется хорошо. Желательно активнее участвовать в выполнении нормативов предприятиями и организациями. Работников предприятий и организаций. Они приходят к нам. Они приходят, но разрозненно. По собственной инициативе. По собственной инициативе, как это и положено. Но хотелось бы видеть инициативу руководителей. Тех руководителей, которые стремятся к сплочению коллектива. Которые стремятся не использовать любые возможности к сохранению стабильного коллектива. Который, конечно, будет приносить прибыль руководителю, хозяину этого предприятия. Я пытаюсь мотивировать всех, кто смотрит меня сейчас, к тому, чтобы спорт приходил на предприятие активнее. А мы активнее будем предлагать возможности нашей неплохой, скажем так, материально-технической базы спортивных сооружений для того, чтобы спорт заходил на предприятие. Если можно подробно, как сдать нормы ГТО. Помимо фестивалей же существует у нас еще и единый день сдачи ГТО. Я бы сказал, даже единые дни. У нас несколько дней на сайте ГТО.ру или на сайте ВКонтакте, в группе ВКонтакте ГТО Щелково, Щелковского района, центр тестирования ГТО Щелковского муниципального района. Это информационно-коммуникационная сеть интернет в поисковой системе вполне реально найти. Чтобы сейчас не заморачиваться названием адреса, все равно не успеем записать. Есть объявления по вторникам, четвергам и по субботам, по заранее отправленной заявке, либо в группе ВКонтакте, либо по телефону оставленной. Любой человек, любой гражданин, зарегистрировавшись на сайте, как я сказал, ГТО.ру, получив ID номер, идентификационный номер участника этой программы, приняв решение поучаствовать в различных видах испытаний, посмотрит, в соответствии, какой он соответствует возрастной группе, выберет виды и в течение года сначала попробует себя в этих испытаниях, потом сдаст тест уже на контрольный, на протокол. Ну и опять же разные виды, допустим, лыжи зимой только. Лыжи зимой, плавание круглый год, длинные бега не только летом, у нас длинные бега мы принимаем и зимой, причем у нас уникальная возможность, в этом есть наши соседи, пользуются этой возможностью, мы по просьбе Министерства спорта Московской области предоставляем такую возможность, если к нам приезжают задавать нормативы соседей и из других районов, где нет такой возможности. Одним словом, в любое время... Было бы желание. Было бы желание. У нас есть первый звонок, Николай Николаевич, давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло, слушаем вас. А в ответ тишина. Ну, не повезло нам, наверное. Да, алло. Алло, да-да, слушаем вас. Николай Николаевич, я... Вы меня слышите, да? Да, да. Николай Николаевич, вы знаете, у нас это... Я это самое... Житель Щелкова, да? Коренной. Я тоже. Коренной. И, знаете, у нас много мальчишек ходят на самбо. Сейчас этот вид спорта очень хорошо у нас развивается. Так. Но у нас, видите, нет своей федерации самбо. Вот, если нет федерации, нам и соревнования трудно проводить, там где-то залы снимать. Вот как... Да, о проблеме я знаю, и мы договорились с коллегами встретиться с единоборцами, с нашими, и поговорить о создании федерации. У нас хорошо развита история по карате, у нас две федерации районных. Ну, это давно уже, да-да-да. У нас, ну, неохваченными есть виды спорта, поэтому давайте встретимся после праздников. Ну, в марте обязательно пересечемся. Да, вот мы занимаемся в «Медведе», вот спортклуб «Медведь». Я знаю, знаю, да-да-да. Большое спасибо за вопрос. Да, мы всегда открыты и со всеми предложениями к нам приходите. Единственное, я вас прошу. Дело в том, что с неба-то не упадет палочка-выручалочка. Мы с удовольствием поддержим любую общественную инициативу. Но должен быть человек, общественник, который на себя возьмет эту инициативу. Вот видите, каратисты там Антон Ракицкий, да, и Евгений Аникин. Они взяли инициативу вдвоем, бывший там тренер и его воспитанник. И создали две федерации по карате. Среди ваших коллег, среди борцов, тоже должны быть такие же активные ребята, которые бы могли возглавить районную федерацию. А проторить дорожку в областные федерации, это уже наша задача. Мы вам поможем в становлении. Спасибо, Николай Николаевич. Еще одна знаменательная дата отмечается в этом году. У нас в районе это 55 лет с момента основания Спартакиады Щелковского района. Проводится она у нас в несколько этапов, тоже и летом, и зимой. Сейчас предлагаю еще один видеосюжет посмотреть. Ну, зимний, так скажем, этап. И потом тогда будут еще вопросы. Давайте посмотрим. Спорт как праздник. Команды из всех городских и сельских поселений собрались на зимнюю Спартакиаду Щелковского района. Ее открытие прошло в универсально-спортивном комплексе Подмосковья, куда съехалось более 500 человек. В этом году Спартакиада приурочена к юбилею, который отмечает Спартакомитет Щелковского района и Московской области. Они были образованы в феврале 1937 года. И сама Спартакиада имеет давнюю историю. Уже не одно поколение щелковцев прошло через эти захватывающие соревнования. Это наши традиции, их надо поддерживать и дальше развивать, потому что это действительно здоровье. Это действительно здоровый образ жизни. Это альтернатива привычкам вредным. Я думаю, что победит сильнейший, но мы будем болеть, конечно, за наш городской поселений Загорянский. И вот радует то, что в последнее время молодежи больше. Активность людей, мне кажется, возросла. Людей ходит больше, состав команд больше. И какой-то такой, знаете, ажиотаж, какое-то стремление победить. Мне кажется, что это все со временем возрастает. И даже многие главы поселений городских и сельских, они даже за это борются. Вы видели Нина Ивановна Камолова, бессменный главный судья наших всевозможных районных соревнований, не только районных. Вот Нина Ивановна говорит, что людей стало больше. Но она-то, конечно, помнит, как и Виктор Николаевич Углов и другие коллеги, они помнят, что раньше-то в советское время в спартакиадах участвовало огромное количество и предприятий, и организаций, и людей. На предприятиях была целая система физвоспитания. Были физруки и организаторы физподготовки. И в цехах, и на предприятиях в целом они работали на освобожденной основе, получали заработную плату от правкомов. И поэтому организация была серьезнее и вдумчивее. Спартакиады проходили, может быть, не на таких шикарных площадках, которые сейчас мы имеем возможность использовать. Потому что их просто не было. Да, но массовость и задор была гораздо больше. Но сейчас, Нина Ивановна права и правы коллеги, сейчас, ну, последнее время, здоровый образ жизни становится государственной политикой. И это очень важно. Мы говорим о том, что вот возродили комплекс ГТО, а это необходимость подготовки и так далее, и так далее. Полагаю, что и спартакиада, которую мы проводим уже, ну, не первые десяток лет, мы будем проводить большим составом и в несколько дней. Мечта такая, чтобы у нас не хватало времени проводить соревнования в один день, чтобы мы проводили их в несколько дней. Вот это, ну, мечта любого руководителя, чтобы площадки спортивные были, ну, заполнены людьми. Ну, вот вы сказали, что массовость еще не дотягивает до, так скажем, советского уровня. Но, тем не менее, за последние 5-6 лет все-таки народ, ну, если не повалил, то, по крайней мере, стал приходить на стадионы. Треть жителей Щелковского района, по различным оценкам, ну, есть своеобразные формы расчетов, подсчетов, треть населения занимается физической культурой и массовым спортом на регулярной основе. Это серьезные цифры, ну, есть к чему стремиться, но, полагаю, что хорошие цифры, хорошие показатели. Ну, а программа состязаний как-то изменилась за эти годы в рамках спартакиады? Ну, по большому счету, мини-футбол, серьезные состязания. Мы даем возможность сделать соревнования не просто спортивными, но еще и семейными. Потому что спартакиады – это праздник. Для того, чтобы привлечь на трибуны болельщиков, мы делаем семейные эстафеты. Это очень хорошее начинание, я считаю. Очень здорово, что у нас проходят различные соревнования традиционные, потому что традиции – это очень здорово, мы их должны сохранять. Виды спорта, как таковые, не изменились. Но мы даем возможность сделать выполнение того или иного норматива, выступлений в тех или иных видах состязаний праздником. Давайте перейдем к тем спортивным объектам, о которых вы сказали, что задора было больше, но, может быть, негде было заниматься. Не то, что негде совсем, но не было таких значимых объектов, как у нас есть сейчас. И другие были видны. Но понятно, что универсальный спорткомплекс Подмосковья, все про него знают, это не только регионально, но даже федерального уровня спортивный объект. Вы знаете, Суперлиги по мини-футболу Динамо Московская область у нас играет, поэтому, конечно, это уровень вполне себе достойный, федеральный. Ну, ему уже достаточно много лет, уже 13 лет исполнилось. Помните, и были соревнования чемпионата мира по футболу здесь? Среди женщин. Не важно. До 20 лет. Ну, не важно, но чемпионат мира, конечно. Поэтому мы не будем говорить про универсальный спорткомплекс Подмосковья. Наша телекомпания сделала целый фильм, посвященный ему на 8 минут. Можете посмотреть его на нашем сайте tv41.ru. А мы поговорим о более молодом, так скажем, объекте. Я имею в виду, конечно, ледовую арену, которая год с небольшим назад открылась в конце 2015 года. Предлагаю еще один видеосюжет посмотреть о том, что сейчас происходит. Ну, потом, естественно, расскажем, что это такое. Давайте посмотрим. Ледовая арена, открытая в начале прошлого года, сегодня пользуется большим спросом. В 2016-м активно работали секции хоккея и фигурного катания. А в этом году начала действовать спортивная школа, нацеленная на достижение высших результатов в развитии спорта. Здесь, на ледовой арене, детские хоккейные команды нашего района встречаются с соперниками из других спортивных коллективов. Ребята выезжают на игры в соседние муниципальные образования. Помимо хоккеистов на льду здесь тренируются и фигуристы. Работает спортивная школа мировой рекордсменки по фигурному катанию Ирины Слуцкой. Общее число тренеров по хоккею и фигурному катанию в ледовой арене – 15 человек. Всего же профессионально занимаются зимними видами спорта более 300 детей. Построенная по губернаторской программе и открытая в начале прошлого года, в 2017-м ледовая арена имени Владислава Третьяка работает в Щелкове на полную мощность. Только в период с 1 по 9 января массовые катания здесь посетило порядка 2,5 тысяч человек. Вот цифры нам назвали. Хотелось бы спросить, насколько доступно занятия там. Я веду хоккей, тоже фигурное катание, ну скажем, не самая дешевая экипировка. Ну как сказать, у нас есть бюджетные группы. И родители знают об этом. И после сдачи квалификационных экзаменов, которые планируются весной, дети, которые занимаются на платной основе, имеют возможность попасть в бюджетную группу. Это и по фигурному катанию, хоккей – та же самая история. Поэтому, да, плата есть. Мы говорили об этом. 3 тысячи рублей. В школе Слуцкой она выше, эта плата. До конца года учебного мы эту плату, несмотря на различные расчеты и поползновение, так сказать, экономической ситуации, не в пользу граждан, да, мы эту плату оставляем прежней. Потом будем советоваться с коллегами, смотреть возможность выравнивания ситуации за счет приносящей доход деятельности. Но это та же самая история за счет аренды, которой мы также занимаемся для ночной хоккейной лиги и так далее, и так далее. Для тех людей, которые имеют возможность заплатить за лед после 20 часов. Коллектив арены, надо сказать, вышел с инициативы продлить рабочий день до 2 часов ночи. В перспективе и круглосуточная работа, но с перерывами техническими, естественно. Поэтому ледовая арена вполне доступна, но лед он не резиновый, к сожалению, и поэтому не редкие недопонимания, но мы стараемся встречаться с коллективами и группами граждан, которые занимаются хоккеем профессионально. Им кажется почему-то, что мы отдаем предпочтение фигурному катанию, фигуристам кажется, что мы отдаем предпочтение хоккею. Но это обычная работа, я полагаю, что зрителям это не шибко интересно, им хочется в удовольствие заниматься видом спорта, ну или просто кататься на коньках. В социальные часы, мы должны сказать, что у нас социальные часы имеют место быть на сайтах учреждений и универсального спортивного комплекса Подмосковья, и на ледовой арене, и на физкультурно-оздоровительном комплексе, который у нас находится на Дальнем Воронке. Есть социальные часы для занятий с гражданами, которые не имеют возможности заниматься спортом в полную стоимость. Спасибо, Николай Николаевич. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Щелковского района Николай Павлов. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Щелковского района Николай Павлов. Еще раз добрый вечер, Николай Николаевич. Напоминаю номера телефонов, по которым вы можете звонить к нам в студию 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы, естественно, связанные с развитием спорта в нашем районе. Ну, а мы продолжаем наш разговор, Николай Николаевич. Упомянули о том, какого уровня соревнований проводится у нас на нашей базе спортивной, даже чемпионат мира по футболу проходил. Хотелось бы узнать, какие еще виды спорта мы привлекаем из других регионов и из других хотя бы районов нашей области. Если мы говорим о соревнованиях различного уровня, то у нас проводятся соревнования по легкой атлетике. И вы знаете, что если уж зимние мы проводили первенадцатый чемпионат по легкой атлетике в УСК Подмосковье, и бессменно больше нет площадки, где бы их проводить в области универсально-спородневный комплекс в этом отношении очень серьезная площадка. И теперь мы с водом осенью наших беговых дорожек на стадионе имени Николая Николаевича Озерова мы сможем принимать соревнования областные и уже летние по легкой атлетике. Я полагаю, что это для наших спортсменов, которые осуществляют тренировки и завоевывали до этого момента, это не благодаря вопреки, вот, и благодаря своему умению, своим стараниям и стараниям своих тренеров, которых у нас среди них и два олимпийских чемпиона, да, и чемпионы и призеры мира, и заслуженные мастера спорта, и мастера международного класса. Одним словом, все возможности есть для проведения различных соревнований по различным видам. Это королева спорта, да, легкой атлетики. Знаете, что массово проходят соревнования по единоборствам. Кио Кусинкай, карате, тхэквондо проводят и универсальный спортивный комплекс, и последнее время, вы видели, активно включился физкультурно-оздоровительный комплекс, выстроенный и введенный в строй в 2016 году, в мае 2016 года. Бои на мячах, вы посмотрели с вами недавно, был сюжет, красивый вид спорта. Это не только спорт, это в большей части, наверное, патриотическое воспитание, изучение истории, повеличение через историю, наверное, к здоровому образу жизни, чтобы внести какой-то смысл в занятие спортом. Мы стремимся к развитию и сотрудничеству с такими федерациями, с такими организациями, как организация по страйкболу. Вот Щелка, ваш коллега, Сергей Василевский, он занимается страйкболом, будем говорить, профессионально, очень серьезно. В Литвинова проходит соревнование по страйкболу. Недавно команда СБ-13, сборная команда 13, Щелковский муниципальный район, заняли кубок, завоевали кубок в нелегкой, я бы сказал, бескомпромиссной борьбе, в кубок Московской области по страйкболу. Я полагаю, что будущее за этими видами спорта. Мотокросс, мотоциклетная наша федерация, организация мотоциклетного спорта Щелковского муниципального района, ворвалась после длительного перерыва своими заездами, массовыми заездами на Чкаловском карьере. Любой житель Щелковского муниципального района мог наблюдать за этими соревнованиями не только по телевизору, спасибо огромное, опять же, вашим операторам, вашим корреспондентам, которые активно освещали эти соревнования, но и лично присутствовать на карьере. Была организована и культурная программа, и возможность отдохнуть, и получить горячее питание, и так далее, и так далее. Великолепные виды спорта. Про футбол я говорить могу бесконечно. Мой заместитель Игорь Николаевич Балинов, председатель федерации футбола Щелковского муниципального района, мог бы рассказывать, наверное, не только часами, но и сутками. Поскольку команд много, если вспомнить каждую, наверное, не хватит ни одной передачи. Что касается мотокросса, вы упомянули чекаловский карьер, еще их Анискинскими называют. Ну, Чекаловская, да, база Чекаловская, научно-исследовательская. Я предлагаю посмотреть сюжет как раз об этом мероприятии, тем более, что, в общем, сам к нему тоже приложил руку. Давайте посмотрим. Давайте. Несколько десятков спортсменов со всей Московской области соревновались в разных группах в зависимости от возраста участников и объема двигателя мотоцикла. Самые юные мотоциклисты 7-8 лет на 50-кубовых байках, фактически кроссовых мопедах. Самые опытные на почти полулитровых монстрах. Уже очень хорошей и доброй традицией стало проведение соревнований по мотокроссу у нас в Щелковском муниципальном районе. География участников с каждым соревнованиями растет. Организаторские моменты удобства, расположения тоже потихонечку совершенствуются. 33-градусная жара и палящее солнце внесли свои коррективы в проведение соревнований. Практически перед каждым заездом трассу приходилось поливать водой. Но экстремальные погодные условия не повлияли на настроение участников и гостей, тем более, что почти у каждого спортсмена была своя группа поддержки. Я считаю, что очень важно, что проводят гонки малышей, которые видят, горят глаза. Естественно, здорово все это. Спасибо оператору Василевскому, кстати, который тоже в 33 градуса жары побегал с камерой очень-очень много. Ну вот это все традиционный вроде как виды спорта, но вы уже упомянули о мечевом бое. Это нетрадиционный вид спорта. Чирлидинг сейчас у нас культивируется. Предлагаю еще один сюжет посмотреть, и потом поговорим о том, как будут развиваться эти виды спорта у нас. Давайте посмотрим еще один сюжет. Синтез акробатики, гимнастики, танцев и современных шоу-программ. Чирлидинг в первую очередь существует как дополнительный элемент спортивных событий с целью поддержки команд, но также является и самостоятельным видом спорта. На чемпионаты первенства Московской области по чирлидингу и чирспорту в минувшее воскресенье в спортивный комплекс Подмосковья приехали более 200 участников. Союз чирспорта и чирлидинга развивается очень активно. И сегодня параллельно вместе с нами на празднике спорта находятся в разных городах. Краснодаре, Индия, в пяти городах страны проходит сегодня отборочное соревнование по чемпионату первенства России по чирспорту и чирлидингу, который пролил в Москве в феврале. Древние традиции на новый лад. Открытое первенство Центрального федерального округа по современному мечевому бою проходит в Щелковском спорткомплексе. На ресталище сходятся рыцари в необычной экипировке. Современный мечевой бой – это единопорство между спортсменами, использующими рубящую технику средневекового клинкового оружия, но при этом применяющих безопасный спортивный инвентарь – щит и меч, состоящие из мягких полимерных материалов. Благодаря такому безопасному оружию современный мечевой бой наиболее подходит для подрастающего поколения и привлекает в свои ряды все больше молодежи со всей России. Очередные соревнования при поддержке Ассоциации клубов исторической реконструкции «Радогост» и спорткомитета Щелковского района было решено провести в Щелкове. Эти соревнования действительно очень масштабные. Больше 150 бойцов из разных городов. У нас тут есть представители и Владикавказа, и Волгограда, и Казани. 26 клубов из 11 городов страны приехали сюда. Вот мы видели, как наш корреспондент Александр Гранч тоже взяла в руки меч и попробовала свои силы в этом нетрадиционном виде спорта. Примерила защиту, молодец. Ну и все у него получилось, конечно. Ну а вот и другие какие-нибудь виды спорта. Особенно сейчас вот импортозамещение объявлено, да, чтобы не черлидинг и не... Черлидинг, 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 черлидинг. А он и так и так пишется. Я специально в фаворе смотрел. Правильно. Ну, в России закрепилось все-таки черлидинг. Давайте мы простим тем, кто писал в реестр этот вид спорта через буковку «Е». Красочный, яркий вид спорта, имеет развитие в Щелковском районе. Есть команды, есть что показать. Завтра на празднике нам продемонстрируют мастера черлидинга из центра танца, центра спортивного танца «Надежда». Представят нам два номера на торжественном мероприятии. Если будет возможность, если там кусочек вы будете выбирать при рассказе о завтрашнем торжественном мероприятии, полагаю, что вы вставите обязательно кусочек и выступлений мастеров черлидинга. Тем более они чемпионы России, там дважды чемпионы России. Поэтому вот такие яркие и массовые виды спорта мы стремимся к тому, чтобы у нас развивались демократичные виды спорта. Вот сейчас обратились ребята, занимающиеся бейсболом профессионально. Казалось бы, американская история, но думаю, что поскольку это достаточно демократично, и этот вид спорта имеет развитие у нас в Московской области, и есть специалисты, которые живут в Щелковском районе, готовые свое мастерство продемонстрировать и поделиться своими знаниями. С Щелковскими жителями, думаю, что очень здорово, очень перспективный вид спорта, мне так думается. Виды борьбы самые разные. Казалось бы, мы вот сейчас занимаемся с детьми, люди, ушедшие в отставку, будем так говорить, из спорта, все-таки мечтают о возвращении на ковер, и я знаю, есть инициаторы, инициативные люди, которые стремятся к тому, чтобы создать сборную, там 40+, из борцов. Ну вот, кстати, Евгений Аникин, который занимается каратэ активно, у него федерации таких мастеров достаточные, они активно занимаются не только с детьми, но и главным образом со взрослыми ребятами. Ну, опять же, борьба тоже бывает разная. Вот у нас и самбо, дзюдо, каратэ, но есть еще и вольная борьба, и греко-римская. Да, есть. У нас этих... Секций есть такие у нас? Таких нет, но все зависит от того, есть у нас мастер, есть у нас такая потребность. Ну, одним словом, все зависит от того, есть ли потребность первая, конечно, и второе, есть ли мастер, который готов преподать уроки. Поскольку, ну, необык, кто работает с детьми, у нас люди с самой высокой квалификацией и с соответствующей профессиональной подготовкой работают с детьми. Ну, вот понятно, что нельзя употреблять такое слово, профессиональный спорт, потому что, понятно, профессиональный спорт – это занимаются тем, кому платят за эти деньги. У нас в основном, конечно, спорт любительский, но, тем не менее, он массовый. Понятно, что и все чемпионы, в том числе олимпийские, у нас тоже спортсмены-любители, так скажем. Но, тем не менее, занимаются они этим достаточно много, да, на специальных площадках, специальных стадионах и так далее. Ну, а как бы тем, кто хочет заниматься спортом, ну, скажем, не имеет времени, может быть, даже средств ходить вот в специальные секции. Ну, я имею в виду развитие того же дворового спорта, если можно так сказать, в хорошем смысле этого слова. Ну, вы обратили внимание, что Щелково за последние годы приросло в благоустройстве очень серьезно, и не только какие-то, значит, зеленые настоаждения, и клумбы, площади, и так далее, и так далее, но и спортивные сооружения в виде площадок для занятий уличной гимнастикой, так называемый воркаут. Это и тренажеры, назовем антивандальными, которые служат жителям Щелковского муниципального района. Мечтаем, что эти площадки спортивные, которые были установлены, эти спортивные тренажеры, эти площадки для воркаута будут востребованы, и они, я знаю, востребованы, но мечтаю о том, чтобы жители сами проявляли инициативу, активно выходили. Площадки будут появляться там, где есть потребность в этих площадках, поскольку бюджет не резиновый, каждому подъезду турник не поставишь. Ну и не факт, что в этом подъезде живут люди, которые будут выходить на эту площадку. Да, поэтому мы и говорим о том, что от потребности будем исходить. Мы говорим и говорили, и вы знаете, что это обсуждается постоянно, это потребность в бассейне, в городском поселении Щелково. Есть мечта в Африаново бассейн, есть мечта реконструировать бассейн в Монино. Ну, эта мечта вот в Монино становится действительностью. Я надеюсь, что в ближайшие годы этот проект будет реализован. И монинцы, и жители Щелковского района, которые будут иметь возможность на электричке доехать до станции Монино, будут пользоваться услугами этого замечательного бассейна, который имеет серьезную историю, надо сказать. Поэтому вот реконструкция, а не новое строительство. Да, у нас в планах, и вы знаете, на последней встрече на Воронке многие обратились по не очень хорошей базе, я бы сказал, ну, неудовлетворительной базе для занятий спортивной гимнастики, хотя это металлоемкий, медалиемкий вид спорта. И наши спортсмены приносят серьезнейшие результаты, то есть они активно развивают этот вид спорта. И основатель школы Дюж, значит, у нас Виктор Гуревич Князев, который 1 июня 1937 года получил запись, трудовую книжку о том, что он принят тренером, преподавателем в детскую спортивную школу. Вот он как раз культивировал у нас в Щелковском районе, в Щелкове, спортивную гимнастику. Знаем, что этот вид спорта, ну, основоположник спортивного движения в Щелковском районе. Мечтаем о том, что спортсмены, те, которые культивируют спортивную гимнастику, в обозримом будущем получат специализированный спортивный зал. Для этого нужно строить, приспособить здесь невозможно. Николай Николаевич, вот в последнее время мы много говорим о воспитании патриотизма и как среди старшего поколения, хотя, может быть, наверное, те помнят еще, воспитания прошлых лет, ну, и, конечно, прежде всего, среди молодежи. Многие у нас, мало того, что идут, конечно, служить срочную службу в армию, да, но очень многие жители нашего района, потому что много у нас, конечно, военных частей, и собираются связать свою жизнь с армией. Вот по вашей линии, какие мероприятия проводятся для тех, кто собирается в армию? Достаточно много. Ну, спортивная подготовка, комплекс «Готов к труду и обороне» называется, поэтому мы должны понимать, что вся спортивная подготовка, все спортивные соревнования ведут к тому, чтобы молодой человек был готов и к несению воинской службы при необходимости срочной, либо, если он свяжется профессионально с ней, тоже физическая подготовка необходима. Вот. У нас проводятся соревнования. Соревнования называются «Спартакиада допризыванной призывной молодежи». В Щелковском районе она проводится достаточно активно. В прошлом году команда Щелковского муниципального района, сформированная на базе курсантов Монинской школы с первоначальной летной подготовки имени Покрышкина, заняла первое место в Московской области. Это серьезный результат, я бы сказал, первый результат такого уровня в «Спартакиадах допризывной подготовки». И они в этом году будут защищать честь нашего столичного региона на всероссийских соревнованиях. Сейчас предлагаю посмотреть видеосюжет о том, как проходила эта «Спартакиада» минувшая во сне. Спасибо. 1 октября стартовал осенний призыв. 152 тысячи молодых граждан России должны пополнить ряды вооруженных сил. Порядка 200 человек из Щелковского района. Этому событию посвящалась традиционная «Спартакиада» призывной и допризывной молодежи. На стадионе УСК Подмосковья собрались лучшие представители средних школ и колледжей. Ребята 98-го 2000-го годов рождения. Всего 13 команд по 6 человек. В программе «Спартакиады» 100-метровка, прыжок в длину с места, подтягивания на перекладине. Это спортивная составляющая. Об армейской тематике соревнований напоминают строевая подготовка и исполнение строевой песни, а также приоритетная дисциплина сборка-разборка АК-74. В прошлом году для регулярных тренировок и поддержания хорошей физической формы, причем в любом возрасте, в стране был возрожден комплекс «Готов к труду и обороне». Все участники «Спартакиады» призывников, если и не сдали еще нормативы, то сделают это в ближайшее время. Да, хороший сюжет. Спасибо. Ну вот еще об одной категории, конечно, не могу обойти вниманием тех, кто, как мы называем, люди с ограниченными возможностями. Возможности по здоровью. Но это целая государственная программа. Здесь мы должны сказать, что не только учреждения спорта, но учреждения культуры, объекты торговли, жилья, ну, жилищные инфраструктуры, дороги должны быть доступны для граждан с ограниченными возможностями по здоровью. И просто маломобильные группы населения также должны иметь возможность в полную силу принимать участие в жизни нашего Щелковского муниципального района. Ну, спортивная жизнь. Мы стремимся все наши объекты сделать доступными. Ну, так сложилось, что универсальный спортивный комплекс Подмосковья строился недавно, 13 лет назад. Да, но вместе с тем тогда, может быть, не так выстроена была логика доступности. Хотя центр «Спартанец» проводит соревнования на площадке универсального спортивного комплекса практически с момента его создания. И знаю, что серьезные были разговоры, и пришло время, когда универсальный спортивный комплекс стал практически полностью доступный для людей с ограниченными возможностями по здоровью. В том числе для подъема на второй этаж, для посещения буфетов и других помещений универсального спортивного комплекса. ледовая арена у нас также решает эти вопросы. Может быть, пока нет возможности коллегам подниматься на второй этаж, но показательные выступления слэш-хоккеистов из команды «Феникс» пятикратного чемпиона России после ледж-хоккея мы провели и показали возможности нашей ледовой арены для занятий таким видом спорта. Физкультурно-оздоровительный комплекс строился по типовому проекту, но вот, скажем, для занятий на втором этаже он был недоступен. Мы купили лестницы-ход, и теперь инвалиды-колясочники могут подниматься на второй этаж, чтобы наблюдать соревнованиями в качестве зрителей и могут решать вопросы люди с ограниченными возможностями по здоровью для занятий на втором этаже. Одним словом, решаются все вопросы стоянки, пандусы, лица по слуху имеют возможность, инвалида по слуху имеют возможность общаться с администраторами через специальное устройство. Одним словом, мы стремимся к тому, чтобы наши, условно говоря, особенности не мешали нам жить в социуме. Вот, предлагаю сейчас как раз посмотреть о том, как работает это оборудование в ФОКе на Дальнем Воронке и заодно послушать тех людей, которые этим пользуются. Давайте посмотрим. ФОК на территории детского спортивного городка был открыт в прошлом году. Активисты общественной палаты Щелковского района сразу обратили внимание, что он не в полной мере соответствовал требованиям доступности для инвалидов. Усилиями районного спорткомитета ФОК вошел в федеральную программу «Доступная среда» и получил из федерального бюджета миллион 150 тысяч рублей, из муниципального порядка 500 тысяч. На эти деньги закупили специальное оборудование. Алексею Валову показали, как работает система «Диалог» для глухонемых. Они могут общаться с администратором зала с помощью планшетов. А также смонтирован и испытан автономный подъемник для колясочников. В ближайшее время уже начнут тренировки спортсмены-лучники. Идеальными назвала условия для занятий спортсменов-инвалидов директор Центра адаптивной физкультуры спартаницы Рина Шихкеримова. Она высказала идею проводить здесь областные соревнования. В области проводится очень много соревнований среди инвалидов. Вы знаете, да? Мы к организации имеем непосредственное отношение и есть предложение часть мероприятий перенести в Щелково. Это замечательно. Потому что большая часть проводится во Фрязино. Почему бы и нет? В том числе с участием глухих. То есть это вообще идеальная база. Как быстро летит время, Николай Николаевич. У нас буквально полторы минуты осталось. Поэтому объять необъятное нельзя. Если можно, коротко, ваше пожелание нашим спортсменам Щелковского района в год юбилея 80-летия образования спорткомитета. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья, здорового оптимизма, мужества в преодолении препятствий, стремления к заветной цели, стремления к победе. Желаю всем здоровья. Хотел вспомнить всех ветеранов. Поименно, пофамильно полагаю, что делать этого не буду по одной простой причине, что сложно всех упомнить. мы с вами говорили вот в короткую паузу о том, что нужно сделать сюжет о Людмиле Николаевне Маркеловой, человеке, который 30 лет, даже более 30 лет, возглавлял детскую, юношескую спортивную школу, которая выпистывала многих великих наших щелковских спортсменов, которая дала путевку в жизнь многим людям. О ней надо сделать фильм, полагаю, что когда будем рассказывать о ней, мы расскажем о многих людях, о многих ветеранов. У нас еще практически целый год впереди. Спасибо. Спасибо, Николай Николаевич. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был председатель комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи, администрации Щелковского района Николай Павлов. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok